здравствуйте господа с вами на связи майка лившиц и сейчас вы видите на экране 1 медлен это си его компании beat club network он находится в своем частном самолете летит домой и кто-то они как раз были в iceland и кто-то из пассажиров сделал запись и вот эту запись и не сделали прямо сегодня мне ее скинули и вот я попытаюсь вам перевести что он говорит это интервью си его компании 1 медлен которое было сделано сегодня 19 февраля 2018 года я просто хочу вас предупредить господа пишу этой это интервью в самолете очень шумно и говорит он не громко поэтому я буду сам прислушиваться и попытаюсь вам перевести донести ту информацию о которой он говорит первый зад вопрос задал этот человек один из лидер к лидеров компании beat club какую видит будущее и какая возможность для людей бит клабе с точки зрения бит биткоинс смысле с точки зрения beat club а как майнинг компании раз говорит что он был мет в network marketing бизнесе все вместе уже 28 лет и продал он и продавал он почти любое все что не продается он все продавал он рассказывает он продавала витамины минералы платформы рекламы короче говоря все что было возможно все что сетевой бизнес продавал продает он продавал а а а а что его жизнь в сетевом бизнесе была очень интересная и самое главное что он не должен был идти на работу с девяти до пяти и были хорошее было и плохое и он и при приводит пример что например когда он был в сетевом бизнесе например продукта терять вес и как только он приходил бизнес и все кричали что это классный продукт и тут же сразу открывалась другая компания который был еще лучше продукт а с биткойн и beat club это совсем по-другому и мы вошли я просто дополню как раз сейчас самое правильное время начинает работать с криптовалюты а 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 и а а а а и не а и И пример он приводит, что каждая сетевая компания, и он не хочет ничего говорить плохого, но каждый раз получается одна и та же история. Как только появляется новая компания, то хозяин компании или руководство компании, лидеры компании всегда будут вам говорить, что их компания самая лучшая и продукт у них самый лучший. Я уверен, что многие из этим, в том числе я, сталкивались много раз. И я тоже, раз говорит, он тоже чувствует себя так же, но не потому, что Биткоин или Битклаб это его компания. Но его мнение построено на том, что все, что он знает, сколько лет он был в сетевом бизнесе, в те компании, которые он уже видел. Если бы он мог начать все сначала, если бы так получилось, то он бы выбрал именно Битклаб. И все те люди, с которыми я работал за 28 лет в сетевом бизнесе, я имею в виду легендс, то есть самые большие сетевики, самые крупные люди, почти все уже в Битклабе. И все эти люди, с которыми он работал, то есть самые богатые, самые, как говорится, самые звезда сетевого бизнеса, что он даже за голову хватается. Большинство они уже в Битклабе и строят компанию, и строят бизнес. И он знает людей, которые находятся в сетевом бизнесе, которые зарабатывают миллион долларов в месяц в другой сетевой компании. Зарабатывают каждый месяц, и все равно они пришли в Битклаб и начинают строить сначала. И вот это он показывает руками, что они сидят на телефоне каждый день и обзванивают все свои контакты. Это не обратите внимание, это люди, которые уже зарабатывают миллион долларов в месяц, просто в другой компании. Приходят в Битклаб и начинают с самого начала, потому что они видят, какая возможность и что происходит. Потому что это самая большая оппортунити и возможность, которая существует сегодня, особенно в сетевом бизнесе. И на сегодняшний день не существует ни одной сетевой компании, которая может сказать то же самое. И этот парень, который делает интервью, он то же самое добавил, что да, какая бы компания ни была, например, с продуктом терения веса, они всегда будут говорить, что их продукт самый лучший, их не маркетинг самый лучший, и что раз считает по поводу других компаний, которые говорят то же самое про Битклаб, что у тех компаний продукт лучший и маркетинг лучший. Некоторые компании, они просто повторяются, сетевые компании, что они делают, когда они открывают бизнес, они просто говорят всем, вы должны нам поверить, дайте мне ваши деньги. А раз говорит, а я не верю никому. Но то, что предлагает Битклаб, здесь обмануть невозможно, потому что вы можете выйти на блокчейн, очень много, особенно в блокчейне, вы можете проверить все, сколько добывается Биткоинов в день, какое количество, все это прямо там, и все можно проверить и увидеть, на самом ли деле мы настоящая компания или нет. Поэтому есть многие другие места, которые не имеют никакого отношения к Битклабу, еще раз, как блокчейн, где вы можете зайти и проверить, сколько мы майнаем, добываем Биткоина, сколько мы добываем, инхирим, клапкоин и так далее, и тому подобное. Все можно проверить. Кстати, вы можете увидеть, что мы уже добыли миллиард долларов в Биткоинах, и все это было выплачено нашим дистрибьюторам. И мы не можем это скрыть, сколько мы добыли, мы не можем ничего придумать, это все там. Каждый человек, который имеет возможности, имеет понятие, как это все делается, все может проверить и увидеть. Мы как на белой, открытой, открытая книга. И он считает на сегодняшний день, что почти все компании, которые работают на платформе сетевого бизнеса и добывают криптовалюту, почти все, кроме Битклаба, он просто считает, что это все обман. И он говорит, что в целом он любит сетевой бизнес. У него он до сих пор пользует очень много продуктов с других сетевых компаний, у него много друзей с других сетевых компаний. То он пытается показать, что у него продукты есть, которые он пользует себе, ложит на живот, у него, видно, какая-то проблема, это пейдж, убирает боль. Что он тоже использует другие продукты. Поэтому он пользуется продуктами некоторых маркетинговых компаний, он любит эти компании, он support все сетевые компании, за исключением тех компаний, которые обман, то есть с кем или фрод. Он бы хотел, чтобы хоть одна компания была такого же типа, как Битклаб Нетворк, то есть майнинг на платформе сетевого бизнеса, которая может быть даже лучше, чем Битклаб. Но на сегодняшний день ни одной, я подчеркиваю, ни одной компании не существует майнинг на платформе сетевого бизнеса, которая реальная компания, чтобы она была лучше, чем Битклаб Нетворк. К сожалению, некоторые вещи он говорит, я не могу услышать, потому что из-за шума и тихо так. Поэтому я пытаюсь как можно лучше, и он просто показывает сейчас рукой, что есть компании, которые открываются, к сожалению, это все построено на обмане, которые взрываются, идут вверх, потом продают вниз, опять взрываются, идут вверх, а потом все равно, к сожалению, падают вниз. Многие эти компании, почему он говорит, что это обман, они просто заберут у людей деньги, а на самом деле ничего не покупают, никакое оборудование не покупают. А с компанией Битклабом, они эти деньги, которые зарабатывают, то есть после того, как они выплачивают партнерам, то они покупают много оборудования. Я не знал ни одного миллиардера, который бы вошел, стал сетевиком, партнером какой-нибудь сетевой компании. А в Битклабе мы уже имеем несколько людей, очень богатых людей, которые пришли в Битклаб, которые уже миллиардеры, и все равно они пришли в Битклаб строить бизнес. И, как раз говорит, он даже не понимает, зачем им это, зачем им это. И они на сегодняшний день строят бизнес, они приводят своих друзей, свои контакты со своего бизнеса, семью, всех приводят в Битклаб. И они вкладывают большие деньги, и, честно говоря, Битклаб не ищет таких людей, чтобы они приходили и сразу вкладывали большие деньги. Они ищут таких людей, как вы и я, которые могут прийти, вложить и рекрутировать. Битклаб Он рассказывает, как приходят люди и начинают говорить, что вот мы знаем другую компанию, они только открылись, если я им дам тысячу долларов, то я заработаю намного больше. Раз говорит, таким людям я отвечаю сразу же, уходите, идите и работайте в другой компании. Но пройдет три года, пройдет три года, и вы увидите, кто настоящее, а кто придуманное. Или как люди приходят и начинают жаловаться, что очень мало добываются биткоинов. А потом в результате получается, что многие люди приходят и говорят, да, вот мы знаем другую компанию, такая же, как битклабы, они добывают ей намного больше. И раз всем всегда говорит, если вы так считаете, уходите в ту компанию. Но потом происходит такой нюанс, что компания отойдет вверх-вниз, вверх-вниз, в результате они остаются ни с чем, и они все равно прибегают обратно в битклаб. Ну, грамотные люди, которые могут изучить, посмотреть на блокчейн, посмотреть, что такая за компания битклаб, которая уже находится, существует почти четыре года, что это майнинг, это наш собственный майнинг. И что они понимают, что через три года, три с половиной года, большинство людей может стать здесь миллионерами. Кстати, как раз говорил раньше, если через три года вы не станете миллионером, это будет именно ваша заслуга, что вы им не стали. И в настоящий момент он считает, что мы находимся в таком месте, битклаб, что это сейчас самое лучшее время идти в бизнес. Но если вы не хотите выйти в бизнес, если это не для вас, то просто обратите внимание на нас через три с половиной года, через три года. Тот человек, который берет интервью у РАС, он задал вопрос так тихо. Насколько я понял, это связано с проблемами, которыми происходят в компании. И РАС рассказывает, что в любом бизнесе, в принципе, всегда есть вещи, я немножко добавлю, может быть, от себя, есть вещи, которые проходят за закрытыми дверями, о которых никто не знает, и всегда есть какие-то проблемы. К сожалению, ничего гладко не происходит. Но мы настоящая компания, и в любом сетевом бизнесе есть всегда какая-то проблема, что вдруг продали весь стак, новый стак еще вовремя не пришел, я имею в виду новый продукт. Как он делает, например, как вы можете пойти в хороший ресторан, и может быть такой момент, в такой день, что получилось так, что они все почти продали, не рассчитали, или вовремя доставку не сделали. И всегда происходят такого типа проблемы в бизнесах, особенно в больших бизнесах. Просто в мире бизнеса всегда такие вещи происходят, к сожалению. С этим оборудованием для компьютеров это не так, что в одном месте их проданы, вы можете пойти и купить их в другом месте. И эти, когда мы заказываем эти оборудования, оно должно быть, оно не готово, его надо сделать, и они оплатят каждый раз десятки миллионов долларов вперед. И обычно они дают им, бит-клабу, определенное количество времени, когда это все будет сделано и доставлено. Но, к сожалению, всегда происходят отстрочки, которые связаны или на фабрике, или изделия какого-то не хватает. Потом есть проблемы с отправкой от срочки. От срочки, когда приходят в страну или через страну проходят кастумс. И поэтому, к сожалению, иногда нам приходится ждать больше, чем мы должны были ждать. Но иногда оно приходит быстрее, чем оно должно было прийти. И, кстати, я просто добавлю от себя, господа, так как я нахожусь в этой компании почти 3,5 года, с самого начала, то такое уже было, я уже обращал внимание, что вдруг выбрасывали большое количество биткоинов, вдруг у нас добыча сильно уменьшалась, но в результате я оставался очень-очень довольным. И если, например, вы сами добываете биткоины, и вы, например, покупаете оборудование на 20 миллионов долларов, то у вас будут точно такие же проблемы. Как он говорит сейчас, что он понимает, что основная масса людей, которые приходят в нетворк-маркетинг, они не люди бизнеса, у них никогда не было компаний. Они не понимают этих вещей, поэтому они начинают жаловаться, они говорят, я вам дал 500 долларов, видели ли, он рукой бил, я вам дал 500 долларов, и я зарабатываю недостаточно биткоинов. Они все время жалуются, потому что они просто не понимают мир бизнеса. И люди, которые в битклабе приходят и вкладывают 50 тысяч, 100 тысяч, 300 тысяч долларов, они наоборот, проходят 3-4 месяца, они приходят и говорят, а мы можем опять вложить 100 тысяч, а мы можем еще вложить 300 тысяч. Потому что это люди бизнеса, в основном они понимают, что происходит. Потому что это люди, которые понимают, люди бизнеса, что такое вложить 100 тысяч, 200 тысяч, полмиллиона долларов в бизнес, и через 3 года еще даже не отбить эти деньги. И они в надежде, что следующие 3 года они заработают деньги. И так, на самом деле, у меня у самого были бизнесы, в которых я вкладывал сумасшедшие деньги, и не зарабатывал сначала ничего. А только прошли, проходили годы, я не только зарабатывал, я отбивал в десятки и даже в сотни раз свои вложения. В мире сетевого бизнеса, основная масса людей, которые не имеют никакого отношения к бизнесу, они вкладывают 500 долларов, а через полгода они жалуются, прошло полгода, я свои 500 долларов еще не заработал обратно. И так происходит каждый день. И это стопроцентная правда. У него один ответ для таких людей. Не верите, не подписывайтесь, не давайте деньги, не занимайте бизнесом. И я добавлю от себя, идите и работайте на хозяина. Это настоящий реальный бизнес. Это бизнес. Это не просто какой-то бизнес, где вам говорят, дайте мне 500 долларов, мы вам отдадим весь мир. Такого в жизни не бывает. Если вы хотите, если у вас есть деньги, идите себе купите сами свое equipment и добывайте это все сами. Или приходите к нам, и мы будем для вас это все покупать. И, как говорится, надо этим работать, и работать с этим. И поэтому он понимает, что основная масса людей, они просто как бы запрограммированы на обман. Знаете как, люди хотят слышать то, что им выгодно именно в этот момент. И поэтому они идут на эти все обманы, которые падают, как мне сегодня утром позвонил человек и предлагает вложить деньги, и я гарантированно, гарантирует мне 11% в день. Я просто положил трубку. И обычно такие бизнесы, где вам предлагают очень большие доходы, да, они сначала платят, 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 до тех пор, пока все рушится. Потому что это все неправда. А потом спрашиваешь жительных людей, ну где твой бизнес? А все в порядке, просто сейчас они будут, они вернутся скоро. Это многим из нас знакомо. А потом они просто люди оправдываются, что произошло то, произошло это, а в результате все пропало за один день. Это когда ты работаешь в бизнесе, который связан на обмане. А мы делаем все одно и то же. Покупаем оборудование, добываем биткоины и отдаем биткоины тем всем людям, которые находятся в полах. Мы все время добавляем что-то новое, и мы будем продолжать добавлять, добавлять что-то новое в наш бизнес все время. И это никогда не закончится. Еще раз этот парень задает вопрос, как рассчитает, сколько лет мы еще сможем рекрутировать, рекрутировать в битклайбе и строить бизнес. Когда мы начали битклайб, цена тогда была где-то 500 долларов, потом она начала падать и упала до 200. И очень людей было, очень много было негативных. И он пытался объяснять, что цена была, был момент, когда цена была дошла до 30 долларов биткоина, потом упала очень низко, до доллара, а потом опять пошла очень высоко. Упала до 10 долларов, выросла до 200 долларов, а потом упала опять до 30 долларов. И все вот эти перепады, много людей, которые не понимают, что происходит, они начинают негативить. Но это всегда, оно идет вверх-вниз, вверх-вниз, но всегда оно возвращается вверх, потому что это технология, это хорошая технология. Но, к сожалению, это занимает время для того, когда основная масса населения начнет понимать, что это такое. И есть в каждом бизнесе, в каждом бизнесе есть время, когда все опускается и когда оно начинает взрываться. Поэтому меньше, чем 1% людей, которые имеют криптовалюту или знают, что это такое. Поэтому основная масса населения планеты еще не подошла. Но все больше и больше начинаешь говорить с людьми, и они начинают отвечать. Да, да, я слышал про биткоин, но никто еще не знает, что это такое. Что обычно эти люди, они ничего не знают про биткоин, они просто услышали слово. Это как много лет назад, когда интернет только начинался, пришло такое определенное время, когда много людей слышали, что такое интернет, но ни разу еще на него не выходили. И в самом начале, когда биткоин еще был только 200, 300, 500 долларов, мы уже тогда говорили, что придет время и биткоин будет высоко. И они когда говорили люди, и я помню сам, я помню, когда биткоин был 179 долларов, я уже находился в битклабе, и уже майнули и зарабатывали биткоины. И когда я говорил людям, то, что говорил раз, я просто говорил его слова, что биткоин будет 10 тысяч долларов через 3 года, на меня смотрели и говорили, что я сумасшедший. Но как вы все знаете, что это оказалось правдой. И в настоящий момент, хотя биткоины стоят уже 10 тысяч долларов, но все равно только 1% всего населения этим занимается и знает, что это такое. А биткоин будет, станет и 40, и 50, и 100, и миллион долларов. Но если вы будете ждать и придете, начнете этим заниматься уже тогда, когда биткоин будет 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, вы просто становитесь пользователем. Но в любом случае, даже если вы начнете, зайдете поздно, когда биткоин уже стоит 200 тысяч, но потом он дойдет до полумиллиона, вы все равно сможете что-то заработать. Но сейчас самое горячее время, потому что оппортунити только-только-только начинается, потому что только начинают, как раз подходит тот момент, он еще не подошел, когда все массы начнут двигаться и покупать, и заниматься биткоинами. Он считает, что у нас еще есть 3 года, может быть даже 5, а после этого уже такой оппортунити больше не будет. Такой возможности заработать деньги и построить феноменальный бизнес. И мы не такая сетевая компания, как основные сетевые компании, которые строят свои бизнесы под 20-30 лет. У нас, если вы через, вот сегодня зайдете в бизнес и через 3 года не заработаете большие деньги, то может быть вы их никогда не заработаете. Поэтому, когда биткоин уже будет стоить 100-200 тысяч долларов, то заработать будет не так легко, потому что не будет такого скачка. А сейчас самое-самое хорошее время прийти и заработать большие деньги. Это второй человек, который берет интервью, он говорит, что очень плохо слышно, к сожалению. Но они сейчас все летят из Исландии, поэтому они видели все эти facilities, где стоят помещения, где стоят наши оборудования, они все это видели. Вот они спрашивают, какие новости, если есть новости, насчет CoinPay, чтобы раз рассказал. Right now, они уже заплатили деньги, чтобы сила была 2000 хэш. И пока показывает только где-то 400 или 430. Я имею в виду у нас в битклабе. И в настоящее время это все подсоединяется. И он думает, что в течение следующих двух месяцев все будет подключено и все будет работать. К сожалению, вот сейчас, в настоящий момент, мы уже должны были иметь 1000 петахаш. Но потому что проблемы, 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 проблемы с доставкой, как он говорил раньше, проблемы с оборудованием, поэтому опять они отстают. Но это уже не по их причине. Коинпей, он не хочет особенно углубляться, потому что это очень длинная история. У них очень большая группа работает именно над CoinPay, над переводом, на материалы, которые мы сможем читать и учиться именно по этой системе, по этому продукту. Специальная информация, которая поможет нам, как дистрибьюторам, прийти, в принципе, в любой бизнес и предложить эту платформу. Они набирают на работу, ты не просто десятки или сотни, а тысячи, тысячи им нужно набрать на работу программистов, которые будут обслуживать эти платформы. К сожалению, мы не можем набрать на работу достаточно быстро такое количество программистов. Ну вот за последние три года, в принципе, если взвесить, то мы были очень успешными, и мы продолжаем идти вперед. Я извиняюсь, очень тихо я пытался уловить эти слова. Это он расскажет про CoinPay, что есть еще другие компании, которые делают то же самое, но никто не может, но они не одна из них, не сетевая компания, поэтому соревноваться с нами, когда это будет запущено, они просто не будут в состоянии. Потому что, когда это будет запущено, то обыкновенная компания, не сетевая, она не сможет набрать на работу миллион продавцов, в смысле, дистрибьюторов, которые побегут и будут предлагать во все магазины и компании, в рестораны CoinPay's платформ. А мы это сможем сделать, потому что у нас будет миллион человек, потому что мы сетевой бизнес. Поэтому не имеет значения, кто будет, какая компания будет делать то же самое, потому что как только это все начнется, благодаря тому, что у нас уже сотни тысяч дистрибьюторов, которые смогут пойти и начать предлагать эту платформу, мы просто их всех, всю нашу компетицию раздавим. Но они еще не готовы, особенно разговор идет про Клабкоин. И, в принципе, как раз говорит, у него есть, он может запросто потратить 200 тысяч долларов в месяц своих денег на рекламу, и завтра Клабкоин будет стоить 40 долларов, но они пока еще к этому не готовы. Это, кстати, большая, это очень интересная информация для тех людей, которые хотят покупать или инвестировать в такую криптовалюту, как Клабкоин. Многие, наверное, забыли, я помню, когда Клабкоин был 20, 30, 40 центов, очень-очень долго, и всем говорили, но нам мало кто слушал. Он говорил, всех предупреждал, и никто не верил, и вдруг Клабкоин, вы помните, что он доходил уже до 6 долларов. И многие, которые в это не верили, продали свои Клабкоин за 30, 40 центов, а потом, когда он дошел до 6 долларов, они обалдели, стали покупать его обратно. И сейчас Клабкоин опять немножко упал, он только где-то доллар с копейками. И раз сам лично только что купил Клабкоин на 3 биткоина, Джо Эйбл купил сейчас Клабкоин на 5 биткоинов. И я не услышал имя, кто-то из партнеров купил сейчас Клабкоин на, заплатил 50 биткоинов. Представляете, на какие суммы люди покупают Клабкоин? Потому что мы знаем, что произойдет. Поэтому, если вы пропустите, ну, извините. Поэтому мы делаем все правильно за последние 3,5 года с самого начала, и мы будем продолжать делать то же самое. Это этот парень говорит, что поэтому, господа, те, которые сидят дома и смотрят сейчас этот ролик, начинайте работать не завтра, не послезавтра, сегодня, сейчас, берите телефон и обзванивайте своих друзей. Это сетевой бизнес. Это он рассказывает историю, как звонят ему люди, говорят, «Я приду в бизнес, я буду настоящий сетевик, я буду звонить 5 человек в день». В самом начале, когда он работал, строил бизнес, он подписывал 5 человек в день, не звонил, а подписывал в бизнес 5 человек в день, потому что он все время постоянно был на телефоне. Он звонил 50, 60, 70 человек в день. Он звонил и просто говорил, вы посмотрели вебинар, вы посмотрели вебинар, вы посмотрели вебинар. Вебинар – это, ну, тренировка о бизнесе. И весь день он что и делал, только звонил людям. Он просто раз расскажет, как он много звонил, сколько времени на это тратил, и даже выходные на праздники, вот так строит сетевой бизнес. Он говорит, многие у него спрашивали вначале, ну, к чему ты стремишься раз, заработать миллион долларов? Это он поворачивается смотреть на свой самолет, потому что в самолете где он летит, это его личный самолет. Он говорит, вы бы не смогли бы купить самолет, если бы вы заработали бы всего бы миллион долларов. Он говорит, он стремится не заработать миллион долларов, он стремится, чтобы в его компании, в BitClub Network, 10 тысяч дистрибьюторов стали миллионерами. «Основная масса самых успешных лидеров, которых он знает, они только стали такими успешными, только благодаря тому, Потому что они поняли, что самое главное дать людям знать. И они звонили, звонили, звонили и продолжают звонить и рекрутировать людей в бизнес. Вот это и есть сетевой бизнес. Поэтому, господа, если вы хотите зарабатывать серьезные деньги, надо рекрутировать, надо приводить новую, как говорят, new blood, новую кровь. Приводить новых людей больше, больше и больше. Только тогда, помогая им, вы поможете себе. К сожалению, попадаются такие негативные люди, которые начинают, а что если это все закончится, а что если это все лопнет, а что если все правительства всех стран закроют этот бизнес, биткоин. Это то, что люди ему говорили в самом начале, когда он только начинал битклаб. Он говорит, ну, говорит, я уже терял деньги 8 раз и был на самом верху и был в самом низу, и поэтому, если бы это не получится, я начну все сначала. Это настоящий бизнесмен, так рассуждает, господа. Но если все это произойдет, так как они говорят, что это произойдет, и все будет хорошо, то мы станем не просто мы станем богаты, а все наши друзья станут такие богаты. И, кстати, господа, я хочу взвесить, вставить, как говорится, 2 копейки от самого себя. Взвесьте, возьмите на одну руку, положите, что вы пошли в бизнес и ничего не заработали, а на другую руку, что вы заработаете, станете мульти-мульти-мульти-миллионерами. Что перевесит? Стоит ли риск, как говорится, стоит ли рисковать в данном случае или нет? Вы сами можете сделать, здесь сдать себе правильный ответ. Потому что, господа, риск есть везде. Вот это то, что он говорит, что он это взвесил, сколько можно потерять и сколько можно заработать. И он говорит, я сразу для себя решил и пошел работать. И вот он имитирует, как он начал звонить по телефону. И он рассказывает, что Джо в прошлом году 250 дней в году делал митинги. 250 дней в году. В смысле переезды в разные страны и только презентации, презентации, презентации. И он спрашивает, это все они столько время тратили, трачут на эти презентации. Говорит, он получает удовольствие. Is it worth it по-английски? Это по-русски, ну, он доволен тем, что он сделан? Говорит, конечно, сто процентов. Один раз он за тридцать девять дней посетил, за тридцать два дня посетил тридцать девять городов. Можете себе представить? Тридцать девять городов за тридцать два дня. И некоторые дни он делал митинги пять раз в день, после нового, после нового. И он спать ложился в час утра, в восемь утра вставал, садился на поезд, ехал в город, где его уже ждали пять человек, после этого он делал презентацию. Садился опять в поезд, ехал в другой город, делал опять презентацию, так далее, тому подобное, каждый день. Он просто повторяет, говорит, что опять-таки он делал презентацию, пять человек, пять уходили, другие пять приходили, и потом к вечеру собиралось, что он разговаривал один со ста людьми. И так каждый день. А потом в поезд, в поезде он спал, в другой город, и все начиналось сначала. Тридцать два города за тридцать девять дней, я перепутал. Он говорит, доволен ли он, что он это сделал, получил ли он от этого пользу, он опять показывает на свой самолет, конечно. Он говорит, что основная масса людей, к сожалению, жалуется, что они, что это очень тяжело, это очень тяжело. Но он считает, раз считает, что самый большой обман в нашей жизни, это когда человек говорит, что он бедный. О, я извиняюсь, что самый большой обман, люди говорят, что они не хотят быть бедными, что они не хотят быть бедными. А он говорит, что это самый большой обман, потому что он знает, он не хочет быть бедным. Поэтому он что-то сделал для этого, чтобы не быть бедным. Люди не любят выключать телевизор. Люди не любят пропускать хороший день, пропускать занятия, игру на улице, фильмы, концентры и так далее и тому подобное. Вот что они не любят. Ну, они все любят быть бедными, потому что они ничего не делают. Добавлю от себя, когда раз начал работать в Битклабе, когда он начал его запускать, и раз и джо, у них всего лишь оставалось 200 долларов. Потому что они все потеряли в предыдущем бизнесе. Так что каждый из нас может добиться успеха, если он просто не будет бояться это делать. Один раз он рассказывает, что он был дома в Америке, и у нас такой в Америке есть праздник, Thanksgiving. Это, в принципе, рождение Америки. Один из самых популярных праздников в Америке, когда в этот день все дарят подарки. И в этот день кушают индюшку. И всегда это домашний праздник, люди приглашают домой. И вот он говорит, у него дома было 23 человека. И в этот момент ему позвонили новые дистрибьюторы. И он пошел к себе в офис и просидел, хотя у него были люди дома, 8 часов за телефоном и работал с людьми. Вот это потому, что он не хочет быть бедным. Потому что он, как он просто повторяется, не хочет быть богатым, поэтому он что-то для этого сделал. То, что я желаю вам всем, господа. Поэтому каждый из нас, господа, мы должны сделать для себя решение. Мы хотим быть бедными, или мы хотим сделать богатыми. А вот когда вы станете богатыми, тогда вы будете делать то, что вы хотите. А когда вы богатые, то у вас праздник будет каждый день. Он говорит, как друзья к нему, надо приходить и говорить, что ты хочешь. Он говорит, я хочу, я ничего не хочу, у меня все есть. В принципе, вот это все... Я извиняюсь, господа, конечно, слышимость была очень плохая, и поэтому я не все еще услышал. Он говорил негромко, и шум в самолете. Ну, хоть какое-то представление вы имеете о СИО компании. Кстати, еще хочу добавить, что у меня будет скоро встреча. У меня и у Ричарда у нас будет встреча в Лос-Анджелесе. Нас пригласил Джо Эйбл к себе домой. Постараемся решить кое-какие проблемы. Просто я хочу вам еще раз добавить, господа. Те, кто не верят, желаю вам успеха. Этот бизнес не для вас. Отойдите, просто сделайте для себя... Я вам просто совет хороший дам. Те, которые недовольны, те, которые во что-то не верят. Просто следите за Битклабом. Следите за Битклабом, и вы увидите, что произойдет. Три с половиной... Три года назад я говорил, даже есть записи на Ютьюбе, где можно услышать, где я говорил, что через три года Биткоин будет стоить 10 тысяч долларов. Я просто повторял те слова, которые говорил мне раз. И надо мной смеялись. Биткоин сегодня 10 тысяч долларов. Господа, до конца этого года, до конца 2018 года, Биткоин дойдет до 40 тысяч долларов, а может быть и больше. Поэтому те, которые сегодня смеются, просто запомните этот момент. И мы с вами опять встретимся в декабре 2018 года. Я знаю, господа, у нас много проблем, знаю. Я буду говорить на эту тему и с разом, и буду говорить на эту тему с Джо, особенно 28 февраля, когда мы с ним встретимся. Я отвечу к нему, задам ему все вопросы, постараюсь получить все ответы для вас, господа, для нашей русскоязычной группы. Я ваш голос в Америке. Я знаю, есть очень много трудностей. Еще все оборудование не подключили, как нам обещали. Есть из-за этого причины. Но это все будет подключено. И все заработает. Я это помню за последние 3,5 года, как я нахожусь в Битклабе. Я видел такие взрывы, я видел такие спады. И все, что они говорили до сих пор, с опозданием, но всегда приходило, и в результате все были довольны. Я знаю, иногда зависают платежки. Я все это прекрасно понимаю. Слишком большой рост компании идет слишком быстро. Они еле успевают. Поэтому суппорт не отвечает или отвечает очень долго. Но в результате он отвечает, и в результате все получают то, что им положено. Поэтому, господа, на сегодняшний момент у вас есть два выбора. Ждите, пока все будет наложено, а оно будет наложено. Или не ждите, закатайте рукава и работайте. Кровь из носа, как это делаю я. И среди у нас есть таких много лидеров. Я могу их называть по именам, но я, к сожалению, не буду это делать, потому что я могу кого-то пропустить, чтобы никто не обиделся. Но у нас много лидеров, которые делают то же самое, что говорю я. Засучили рукава, затянули ремень и идут вперед. И завтра на вас будут показывать пальцы, господа, и говорить, как им повезло, потому что они были в битклаве в самом начале. Сейчас самое начало. А вы будете смотреть на них и улыбаться. Я знаю, что я много раз это уже говорил и просто повторяюсь. Но вы будете улыбаться и говорить этим людям. Но вы даже не имеете представления, через какие трудности мы проходили. Поэтому, господа, вспомните, что я говорю сегодня. Вспомните в конце этого года. И тогда мы увидим, кто был прав, а кто будет жалеть. Еще раз, господа, большое вам всем спасибо за внимание. И слушайте следующих сообщений, новостей и тренировок. До свидания, господа.